Хей, ребята! Субтитры на канале Затбойка! И сегодня, как вы уже поняли по названию, я буду видеть свою первую тировку в свои 17 лет. На самом деле она будет небольшая, она будет на пальцы, но все-таки она будет очень значима для меня, поэтому запомните мою правую руку вот такой чистенькой и скоро вы с этим увидите, что там будет на ней. Мы с мамой уже вышли. Через минут 30 будем там. Мне не страшно, но очень сильно волнительно. Такие, знаете, приятные эмоции. Мы уже пришли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что? Можете поздравить нас с моей первой татуировкой? Ахахахахахахахаха Все так, да? Я знаю. Ребята, я уже нахожусь дома. Вот такой результат получился. Сейчас мне нужно спрятаться на английский Уже довольно-таки поздно будет Поэтому завтра я продолжу снимать это видео И расскажу вам вообще все возможные вопросы, которые могут вас интересовать И расскажу значение татуировки лично для меня Ну вообще, ребята, наступил второй день, как я набила свою татуировку Вот так она здесь выглядит Там немного потерлась краска под пленкой, но это нормально Потому что когда я сниму пленку, я легко смою эту краску и ее не будет И сейчас я хочу ответить на вопросы, которые задавали мне мои друзья, знакомые И даже незнакомые люди в Инстаграме Потому что вопросов было относительно много, но не все были одинаковые И я решила ответить на них в своем видео, чтобы уже все посмотрели и узнали то, что их интересовало И первый вопрос это, как разрешили родителям мне сделать, как я их уговорила и тому подобное На самом деле мама была не против, я ее долго не уговаривала, точнее я ее вообще не уговаривала Я сказала маме, что я хочу татуировку, показала идею, точнее рассказала идею, где, что и как Мама сказала, что это мое тело и ты можешь делать что угодно с ним А папа о ней не знал, он узнал о ней вчера вечером Сначала он подумал, что это шутка, то что я нарисовала ее Но потом я говорю, папа, это не шутки, это реально татуировка Рассказала, что мы с мамой с ней ходили и я сделала ее И папа сказал, что, опять же таки, это мое тело и если мне нравится, то почему бы Следующий вопрос это, больно ли мне было делать татуировку За несколько дней до сеанса я насмотрелась видео про татуировки на пальцах Начиталась различных статей в интернете И я поняла то, что пальцы это самое больное место, как говорят все То, что там очень больно бить, там боль невыносимое Но когда я пришла бить, у меня не было больно, были легкие покалывания Как будто меня укусила какая-то оса и в принципе все Но, опять же таки, у каждого свой полевой порог Поэтому тут уже у каждого индивидуально будет по-своему Следующий вопрос это, Лиза, почему у тебя нет пленки на пальцах? Потому что я скинула вот эту фотографию своим друзьям, знакомым и людям, которые не чувствовали, что я набила И там не видно, что она есть, на самом деле она там есть Потому что она очень тоненькая, очень маленькая и она прозрачная Поэтому ее не видно, на самом деле у меня есть она И ходить я с ней буду до субботы А потом я ее сниму и уже буду мазать в татуировку, заживлять или дальше Ну а пока я до субботы кажусь Следующий вопрос это стоимость татуировки Я не хочу говорить ее, потому что у каждого со своим мастером цена обговаривается И для каждой татуировки есть своя отдельная цена Значение моего татуировки там набит мой знак зодиака на пальце, это телец И о том, что я очень решительная, утвертая, всегда добиваюсь своего И бывают моменты, когда я хочу сдаться, но теперь у меня татуировка И я буду смотреть на нее и вспоминать то, что все-таки я человек, который идет до последнего И она будет меня вдохновлять на то, чтобы идти дальше И последний вопрос, почему же именно палец Все просто, я хотела татуировку в стиле минимализма Что-то маленькое, аккуратненькое И решила, что палец это лучшее место для такой татуировки А почему именно этот палец, на этот вопрос нет ответа Просто захотелось взять третий палец И еще кое-что хочу сказать Я знаю, что палец это такое место, где татуировка проживется 50 на 50 Все зависит от того, кто ее будет заживлять, как твое дело, организм начнет реагировать на нее Поэтому я надеюсь, что я счастливу тех, у кого она проживется, что краска не отпадет Поэтому буду заживлять и через какое-то время, либо в инстаграме, либо на ютубе расскажу, как поживает моя татуировочка Ну а вам спасибо за просмотр этого видео Всем пока, увидимся очень скоро в следующем видео